Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok The chapter, weekly chapter this week, its name is Kitavo And it's about the first fruit of a new harvest And the order how the Jewish people pass through the Jordan River And blessing and curses When I was reading this week, one specific part of this Torah portion Has touched me in a very special way And I want to quote it for the beginning And I encourage you, everybody, to read at home Because it has a lot of wisdom I will quote it, just a part of it It's Deuteronomy 26, starting from the verse 3 So the English version is going to be on the screen And come to the Lord, and say to the Lord, and say to the Lord, And say to the Lord, that I entered the earth, which God has been given to us And take the Lord from your hand, and take the Lord from your hand And put it in your hand, and say to the Lord, 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 that you are And then you willť in your hand And then you will come to and be standing there And became a great nation, and a powerful nation, and diverse But hung up with us the Lord, and the people of us And led us to our work, and 짧 to us And we came to the Lord and many others And heard our voice, and heard our beliefs, and our injuries And our苦lands and our punishments And led us to our Lord from Egypt и второкою сильную, и мышцею простертую, и страхом великим, и знамениями, и чудесами. И привел нас на место это, и дал нам землю эту, текущую молоком и медом. А теперь вот, принес я первые плоды земли, которую ты дал мне, Господи. Поставь это пред Господом Богом твоим, поклонись пред Господом Богом твоим, и радуйся всему добру, которое дал Господь Бог твой, тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который в среде твоей. Когда окончишь отделение всех десятин, от плодов твоих третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели они во вратах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим. Убрал я священное из дома, и уже отдал я это левитую пришельцу, сироте и вдове, вполне по повелению твоему, которое ты заповедал мне. Не отступил я от заповедей твоих и не забыл. Не ел я в скорби моей от него, и не убирал его в нечистоте, и не давал из него для мертвеца. Я слушал голоса Господа Бога моего, поступил вполне, как ты заповедал мне. Возри же из святого жилища твоего с небес, и благослови народ твой, Исраэля, и землю, которую ты дал нам, как клялся ты отцам нашим, землю текущую молоком и медом. Вот очень интересный момент. Эту молитву, в принципе, сам Всевышний предписывает каждому еврею. This is a very interesting moment. The Almighty God Himself command to pray a prayer like this to the God's people. Эту молитву условно можно разделить на три части. So, we can divide it by the three parts. Первая часть, она идет от лица народа, хотя произносит один человек. So, the first part is from behalf of the people, but only one person reads it. Вторая часть, опять же, от одного человека, но уже от лица этого человека непосредственно. Вторая часть, опять же, сам человек произносит от себя, но уже за весь народ, и просит благословения для народа. And the third part is, a person is praying from behalf of the whole nation, the whole people, and praying for the whole nation. Я вижу, что Всевышний через эту молитву учит нас определенной ответственности. Эта ответственность состоит в том, чтобы помнить, каким путем вел нас Господь, куда Он нас привел и как Он исполнил свое обещание. So, and this responsibility lies in remembering the way which the Lord was leading us, and where He was leading us, and how He actually led us to this place. Это также ответственность быть благодарным Всевышнему за все то, что Он сделал для нас. Также это ответственность за то, чтобы каждый человек понимал, что Он является частью народа, а не сам по себе. Своей благодарности человек просит благословения не для себя лично, а для всего Израиля и для всей земли Израиля. И это наводит нас на мысль, что я один сам по себе как личность не могу быть благословенным, если я не осознаю своей ответственности за весь свой народ. And we can assume through that, that me personally, that I personally cannot be blessed, if I'm not understanding my responsibility for the whole nation, for the whole people. Другими словами, если я являюсь частью общины и ничего в этой общине не делаю, а только получаю благословения. In other words, if I'm a part of a congregation, and I'm not doing anything in this congregation, only receiving blessings, but only receiving blessings. То результатом этого будет два возможных варианта. So, as an outcome, could be two options out of it. Либо вся община не будет иметь этого благословения, потому что один член этой общины не вложил свою лепту. Either the whole congregation will be left out of blessings, because only one member of it didn't play his part in it. И тогда я, как безответственный член, также не буду иметь этого благословения. And, for example, me as a responsible person also will be left with no blessing. Либо же община благословения иметь будет, а я этого благословения иметь не буду. Or, the whole congregation will be still blessed, but I will be left with no blessing. В любом случае, если человек не берет на себя ответственности, которую дает ему Всевышний. But, anyways, in two options, if the person is not taking the responsibility God has given to him, благословения не будет. There will be no blessing. И с этим перекликается заповедь о Шабате, шесть дней работой, седьмой день Господу, седьмой день покоя. То есть, в Шабат может войти только тот, кто исполнил первую часть этой заповеди, кто шесть дней трудился. So, only that person, who worked during the sixth day, can enter the seventh day. So, the person, who is keeping the first part, can enter into the second part. Точно так же и по жизни. Тот, кто действительно трудится на Божьем поприще, он войдет в полное благословение, войдет в покой Божий. And this is also true in our everyday life. The person, who is working, he will enter into the peace of God. А тот человек, кто надеется просто войти в покой, при этом не прикладывая никаких усилий, будет очень разочарован. And that man, who wants to enter the Shalom, the peace of God, but not doing anything, he will be very disappointed. Поэтому я предлагаю, чтобы мы таки были учениками Ишуа. So, I encourage you to be real students of Ишуа. Disciples, real disciples of Ишуа. И действительно трудились на Божьем поприще. Каждый на своем месте, где Господь Ему определил. Where the Lord has called you. And then, as it's said in Shema prayer, that we will say and we will understand. Будем делать, действительно поймем, и войдем, и увидим, и возрадуемся. So, we will do, and we will enter, and we will rejoice in it. Спасибо за внимание. Благословение. Thanks a lot. Blessings. АПЛОДИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИСМЕНТИ